Если твое великое кино, я тебе расскажу, как это правильно сделать, как это круто вообще делать, чтобы тебя заметили. Давай, супер идеи, однозначно. Мы просто должны их очень хорошо обосновать, хорошо прописать, посчитать, то есть чтобы это все было убедительно. Не надо тратить деньги на то, чтобы оплатить зал для премьеры вашего фильма будущего, что вы можете показать его совершенно бесплатно. Вы знаете, чем отличается трейлер от тизера? Где задействован продюсер и чем он занимается? На курсе я уже более подробно расскажу, как вообще, что и где ищется, какие есть фонды, какие есть гранты, какие есть субсидии, какие есть питчинги, благодаря которым вообще эти деньги можно искать. Я думаю, что тут нужно, чтобы деньги давали не на кино, а на вас. Понимаете, о чем? На человека. На человека. Это жизнь фильма где-то от года до двух. Когда мы смотрим фильмы про Джеймса Бонда и видим крутые автомобили и понимаем, что это продукт тестер, мы думаем, да, например, тут классная тачка. А когда мы смотрим вот этот сок добрый, который они там наливают постоянно, мы можем, божечка, это мой вообще, ну не до такой же степени это надо делать. Как я уже сегодня не раз сказала, ваше участие в питчинге это очень хорошая презентация, это, возможно, отснятый тизер, да, это подкрепление, то есть это и дремкасты, это и смета, и что там еще должно быть. Много чего. Да, много чего. Что значит идея для продюсера? То, что нужно потом продать. Да, а что у нас можно продать? То, что пользуется спросом. На данный момент. Да, у большинства аудитория, а не у кого-то. Как бы мы по иерархии идем, да, мы сначала говорим генеральный продюсер, мы говорим потом исполнительный продюсер, мы говорим потом линейный продюсер. Что такое линейный продюсер? То есть он занимается конкретными организационными вопросами уже на площадке, то есть он обеспечивает работу творческой группы. Когда не могу найти какое-то решение, я понимаю, что у меня, видимо, недостаток информации, чтобы я могла взвесить и принять правильное решение. И все-таки очень хочется славы, да? Конечно. Ну да. Ну мы тут сами себе скажем, ну да. А еще хочется денег, да? Конечно. Ну да. Но славы больше режиссерам, потому что если бы вам хотелось больше денег, вы бы стали продюсерами. Да. У хороших сценаристов всегда лежит вот такая вот стопка сценариев, либо идей сценарных, синопсисов. Сценарии прятят, потому что вам некогда писать, да, но я имею в виду синопсис, она лежит у вас вот так, потому что если вам вдруг позвонят и скажут, слушай, а если у тебя такая вот история, там нужен какой-то хоррор вообще снять, что вы ответите? Все спрещено. Сейчас, конечно, есть. Вот. Потому что вы не скажете, что что-то нету, я сейчас придумаю. Конечно, есть. Когда прислать? Спасибо. Спасибо. Спасибо.